Всем привет! Сегодня я наконец-то решилась показать свои книжные полки. Я так долго к этому шла, очень много думала об этом и всё-таки решила показать. Так что добро пожаловать! Начнём с азбуки классики. Здесь у меня Кронин, цитадель. Я прочитала у него «Ключи царства», мне очень понравилось, и я решила купить его цитадель. Далее у нас «Керуак в дороге». Эту книгу я не прочитала. Я начала, и что-то мне не пошло, и пока оставила, не знаю, когда я её буду читать. Далее идёт Марсель Пруст в сторону Свана. Её я тоже начала, но поняла, что мне пока что рано, наверное, за такое браться. Слишком сложно. Миддл Марч. Здравствуйте. Ну нет, ну нет. Эту книгу я тоже не дочитала, она очень-очень большая. Пока что не могу дальше продолжить. Да что ж такое? Ладно, всё, посмотрели. Я каким-то чудным образом собрала всего Шерлока Холмса в азбуке. Далее у нас идёт Чехов и руководство для желающих жениться. Ну там сборник рассказов. И трое водки, не считая собаки. Ну, думаю, все это знают. Все в курсе, что это такое. А, да, они у меня были прочитаны. Эти две книги прочитаны. Стейнбе «Гроздья гнева». Я её тоже не дочитала. Поняла, что финал меня может огорчить, поэтому бросила её. Тут у нас Диккенс по спиртной записке Пиквикского клуба. Эту книгу когда-то хотела замарафонить и прочитать её за, не помню, сколько дней. Кажется, 15 дней. Разделила стикерами по 50 страниц. Но, как видите, не прошла успешно. Толкин «Сидмари Леон». Тоже не читала. Начинала. Но это очень сложно. «Властелин колец», конечно, намного легче. Стивен Кинг. Единственная книга Стивена Кинга, которая мне понравилась. И, возможно, я когда-нибудь её перечитаю. Потому что, чтобы я у него другое не бралась читать, всё у меня какое-то отторжение. И, ну, вы понимаете, какой у него жанр. Незнакомка из Уайлдфилл Холл. Извините, я не могу это выговорить. Бронте. Энн Бронте. Прекрасная книга. Я её как-то быстренько прям прочитала. Вау. Взял. «Со стопом по галактике». Тут очень много юмора. Прекрасная книга тоже. Томас Манн. Будден Бокки. Вот. С этой книгой у меня немножко не сошлось. Вначале мне очень нравилось. Вот, как видите, очень много стикеров. А к концу книги стикеров вообще нет. Почти. Потому что финал мне вообще не понравился. И вначале как-то было очень интересно. Некоторые персонажи расстроили. Хотела назвать это Мешком. Короче, тут у меня собраны все открытки, закладки и всякие штучки для чтения. Да, пока отложим. «Стейнбек. Квостоку от Эдема». Очень много что есть обсудить. И очень было интересно читать. Помню, я прям не могла оторваться. «Булгаков. Мастер и Маргарита». Ну, тут мне сказать нечего. Прочитано. Лежит. Как трофей. Это дневник мой. Это блокнот, в котором вся моя читательская жизнь. Всякие трекеры, штуки, схемы. Но это, возможно, в каком-нибудь другом видео покажу. Но пока не обещаю. И там еще мой скетчбук. Недавно купила. Но там пока мало рисунков. Да там почти ничего нет. Дальше у нас книга «Значимость поклонения Боб Кофлин». Тоже очень классная книга для тех, кто участвует в группе прославлений. Моя первая Библия. Да, конечно, у меня тут жанры смешались. Но просто мне уже некуда ставить. У меня все заполнено. Эту книгу чудесным образом меня нашла подруга Букинисти. Потому что я смотрела мультики по этой книге. Или эту книгу сделали по мультикам. Я не знаю, как. Но я очень любила эти мультики. И я, когда увидела книгу, я не раздумывая взяла ее. Потому что она мне напоминает о детстве. Далее, да, Фнадю Марье. Тут сборник. Три ее книги. И «Трактир Ямайка», «Моя кузина Рейчер» и «Козел отпущения». Я прочитала пока только две. Мне как бы понравилась «Трактир Ямайка». «Моя кузина Рейчер» понравилась мне намного меньше. Хотя в основном все очень любят эту книгу. Вот. Но я что-то совсем на нее ругалась очень много. Даже не знаю, буду ли я читать «Козел отпущения». Потому что эта книга мне прям отбила всякое желание продолжать дальше. Далее. Ага, сейчас мы посмотрим, что у нас наверху. Тут у меня Кен Фоллит. «Столпы земли». Первый и второй том. Пока что не приступала. Жду определенного какого-то настроения для нее. Но знаю, что очень многим нравится. И все советуют. Как-нибудь подберусь. Возможно, в этом году. Не знаю. А это «Достойный жених». Прямо нашумевшая книга. Потому что везде она была. На Ютубе. Куда ни глянь. Это только первая у меня книга. Вторую я еще не купила. И я надеюсь, что мне очень понравится. Пожалуйста. К западу от заката. Стюарт О'Нен. Как-то заказывала я себе бокс рандомных книг. На каком-то сайте. Я уже не помню, как он называется. И там была вот эта книга. Я так поняла, что тут о жизни Фитт-Жеральда. Его книги я не читала. Сама толком о нем ничего не знаю. И пока не знаю, буду ли я ее читать. Лежит до лучших времен. «Унесенный ветром». Первый и второй том. Прочитана. Очень люблю. Все просто прекрасно. Что еще сказать? Рэй Брэдбери. Она у меня была очень давно прочитана. Вот одной из первых книг, когда я прям начала запойно читать. Много читать. Она была очень популярна тогда. И все ее читали. Но я прочитала ее в электронке. И потом мне подарили вот этот вот экземпляр. И вроде как он даже редкий. Поэтому я его храню. Так, мы остановились здесь, кажется. Ой, я это уберу. Мешает. Все, гумно. Вы, наверное, уже поняли. Я ее точно не прочитаю никогда, наверное, потому что я боюсь. 1200 страниц. Ну, это просто нереально. Вот четыре книги. Фенни Флэк. Просто теперь одна из моих любимых писательниц. Прочитано вот это. Жареные зеленые помидоры. И о чем весь город говорит. И Рождество, и Красный кардинал. Вот эти три прочитала. Это еще нет. Вот это прочитала недавно, где-то под Рождество. Когда вот только... Или, наверное, даже в начале декабря. У нас Красный отец. Прочитала я ее очень давно. Лежит. Уже, наверное, даже все забылось, что там было. Далее у меня отверженные Гюго. Два тома. Достоевский. Преступление и наказание не читала. Да, есть такое. Игрок прочитала. И Чума Камилу начала читать. Бросила. Что-то не задалось у меня тоже. Перешли на следующую полку. Здесь у меня... Сразу посмотрим, что наверху. Это Кройла де Виль. Поздно поняла, что эти книги нужно читать по порядку. О, нет, сейчас извините. О, как нельзя. Это серия книг. И надо читать все. И я поняла, что по отдельности ее не прочитаешь. Мой любимый просто неаполитанский квартет. Моя гениальная подруга. Лучшие книги просто... Какого года? Не прошлого. Позапрошлого года. Они у меня везде в топе. Очень люблю. Тут рассказывается про весь 1913 год. Со всех сторон. И в искусстве, и в политике, и в музыке. Про разных знаменитых, гениальных людей. Все это так интересно автор преподнес. Что очень было интересно читать. Не знаю, насколько там все правдиво. Но мне очень понравилось. Дальше у меня три книги. Куриный бульон. Книги, которые я очень люблю. Но, как оказалось, не все понимают. Они всем нравятся. Но в тяжелые времена, мне кажется, такое можно почитать. Джон Грин. Черепахи и нет им конца. Тайная история и маленький друг Донны Тарт. Тайная история прочитана. Маленький друг... нет. Застряла где-то вот здесь. Вначале мне очень нравилась. Я там даже много отмечала всяких интересных моментов. Вообще Донна Тарт очень классно пишет. Поэтому просто вот читать. Следить за слогом. Но там по сюжету немножко было не очень. Ну, Тайная история. Мне понравилось. Было прикольно. Я вот не знаю, читать ли ее щекла. Он у меня в электронке лежит. Франзу. Эти книги, как и вот эти вот, я взяла в фикс прайсе. Но нет. Кошка начинает бегать. Плохой знак. Свободу я прочитала. Поправки. Еще нет. Эту книгу мне подарили. А потом оказалось, что это оказалась вторая часть. Первую я скачала в электронку, но еще не прочитала. Прочитаю, тогда буду читать и вторую. Логично, как бы. Жауме Кабре «Голоса помана». Вот тут вот вопрос стоит. Стоит ли мне начинать знакомиться с этим автором именно с этого произведения? Потому что обычно все читают его «Я исповедуюсь». Но я не читала и взяла вот эту. Кстати, это первая книга, которую я взяла по аннотации. Я обычно никогда не читаю аннотацию. Мне почему-то как-то не очень интересно. Я обычно смотрю либо отзывы, либо в ютубе какие-то. Просто вот эмоции люди рассказали. И все. Мне захотелось почитать. Вот эту книгу «Первую в жизни» я взяла вот так, открыв. Вот тут вот прочитав, о чем. И я такая, ого, я беру. Сандерсон и Ландрис. Я ее очень хочу прочитать в ближайшее время. Это фэнтези. Это с Энсом. Серия про... Как его зовут? Я забыла, как его зовут. Шардлейк. Я просто путаю его с Кормораном Страйком. А это Мэтью Шардлейк. Ну да. Три его книги. И пока две прочитаны. Это «Горбун лорда Кромвеля» и «Темный огонь». Вот эта мне первая часть очень понравилась. Вторая меньше. Но нет, по персонажам очень все круто, классно. Но мне не очень понравилось само расследование. Сама тема расследования была скучна для меня. Но это меня не остановило. Взяла третью книгу «Суверен». Еще не читала ее. «Дурная кровь» Гэлбрейта. Это пятая часть. Тоже там детективы. Вот это Корморан Страйк. Да, все правильно расставила. Остальные части я сдам, наверное, потому что... Но я все равно не буду их перечитывать. Вот эту я еще не читала. Лучшая книга. Лучшая книга прошлого года. Просто топ. «Жизнь мальчишки» Роберт Макамо. Книга, которая просто отправляет тебя в детство. Это у меня фэнтези. Начнем вот с этого вот. А, нет, давайте, наверное, закроем уже. Это просто не фэнтези. Я сразу про нее расскажу. «В открытое небо». Я ее вот взяла на днях. Вот такая вот очень толстенькая книжечка. Она о писателе Эльзюбери. Это про него как про летчика. А Роберт Джордан «Ока мира» только начала. Очень давно начала. И никак не могу продолжить. Я знала, что там очень медленное повествование. И там надо очень долго вливаться. И там просто миллион персонажей. Ой. Вот. Я все об этом знала. Но начала и поняла, что ладно, потом. Как-нибудь потом встретимся еще. «Миолетра». Она у меня в топе была в прошлом году. Пока я не заказала остальные части. Поэтому пока не продолжаю. Сандерсон. Это архив Буря Света. Прочитана только первая часть. Я в этом году прям очень много хочу прочитать Сандерсона. Потому что он такой классный. И мне кажется, я его столько опускаю, если его не прочту. Ну и дальше «Игра престолов». Прочитана только вот эта первая книга. Вторую начала, бросила пока. И тут у меня не все части. У меня еще одной не хватает. Дальше. Это комикс «Машинная гвардия». Тут очень красивая обложка. Видно там, не видно. Что-то даже будет. Очень тяжелый, серьезный комикс в моей жизни. Мой штатив не достает. Поэтому буду снимать так. Там на самом верху у меня «Хоббит». Тут, думаю, объяснять нечего. Далее Дюна. Ой, тяжело отставать. Так, и внизу... Здравствуйте еще раз. Терри Пратчетт. Пока я его забросила. Потому что надо, наверное, попробовать у него другие... Да что ж такое. Кошка крадет тут вещи. Попробовать у него другие какие-нибудь циклы. Дом, в котором моя самая любимая книга. Больше я такой нигде не встречала похожего чего-то. Здесь у меня вся Робин Хобб. Не прочитаны только вот эти три книжки. Я их оставляю, мне кажется, на какой-то такой момент. Я боюсь их читать. Потому что я, когда их прочитаю, у меня больше не будет книг Робин Хобб. И мне будет больше нечего читать такого прекрасного. Либо просто начинать все сначала. И опять идти. И есть это стекло вместе с героями. Так, дальше у нас тут несколько книг христианских. Вот эта вот книга. Вообще было бы неплохо ее прочитать. Потому что ее очень все хвалят. И она очень классная, говорят. В последнее время у меня мозги совсем не настроены на какой-то нон-фикшн. Подзабросила немного. Так, далее Глен Кук. Глен Кук. Тоже заказала. И лежит она у меня уже не знаю сколько лет. Нельзя грызть. И Книга Мечей тоже взяла за чем-то. И не собираюсь это читать никогда. Похоже. А это мой книжный планер, который я показывала в каком-то из прошлых видео. Пожалуйста, посмотрите. Вот такие получились полки. Не знаю, понравилось вам или нет. Пишите, пожалуйста, комментарии. Поддержите в столь тяжелом начинании. Перестань. Пишите.